А спонсором этого видео является канал Эл Кост. На нём вы найдёте качественные монтажи и стримы по нашим любимым играм от Парадоксов. Весь контент подаётся красиво и с душой, поэтому я каждому из вас рекомендую заценить его по ссылке в описании и подписаться. Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбро, и мы продолжаем нашу кампанию за Казакию, ну точнее уже за Российскую Империю. В прошлой серии мы устранили Советский Союз и заново вернули Имперскую Власть. Но, проблемка таки возникла, устранили мы её не в одиночку. Влетел туда ещё и Третья Рейх и умудрился забрать значительную часть Европейской части Советского Союза, а также саму Москву. Поэтому сейчас, в этой серии, я планирую всё это дело нам вернуть, потому что это по праву нашей земли. Поехали. Так, смотрите-ка, они сразу пошли в атаку, сразу же влетели. Здесь, кстати, более-менее защита идёт, потому что танки, танки стоят ещё и здесь. Планирую я, как уже и говорил, закрыть отсюда выход и сделать котёл здесь в Москве. Но сначала, подождите-ка, насчёт Японии, ага, атакует она здесь. Атакует она здесь, вот эта шестёрка, она должна была, я слишком рано напал всё-таки. Нужно чуть подождать. И ещё надо подождать, потому что я до поснащения, точно. Две с половиной тысячи, сейчас его у нас не хватает, потому что я заснул на полевой госпиталь нашей дивизии. Так, а здесь, на востоке, десять дивизий, вау, полегче. Ну-ка, получится обороняться? Да, всё, вижу, он перестал атаковать. Подожди-ка, Соединённое Коррельство приглашает нас в альянс союзники. Я думаю, это надо сделать, потому что союзники, это те, кто могут быть нашими единственными союзниками сейчас. Мы воюем против Запада и Востока. А вот помощь США, Великобритании, Мексике, Канады было бы неплохо получить. И только их, потому что больше ничего не осталось. Вообще. Бельгия, правда, чуть-чуть, но только здесь. Большая часть Азии сейчас находится под Японией. Но мы, конечно, соглашаемся. Так, Ленд-Лиз от США до поснащения. О, неплохо. Синьцзянь посылает три дивизии добровольцев, это хорошо. Синьцзянь, конечно, боится, что его тоже захватят. Объединённый Китайский фронт. Да, максимально объединённый. И что я сейчас делаю? Рейх сейчас слегка поубивался. О, где даже пройти можно? Он слегка поубивался. А это означает то, что можно сейчас уже двинуться. Наверное, это буду пока что делать руками. Потому что... Хотя, чё? Чё руками-то? Давай-ка сначала я так продолблю. Поехал. Здесь свободно. Ты чё, не успел дивизию, что ли, подвезти, чувак? А ещё сразу атаковать начал. Принять нужно. Угу. Я думаю, что сейчас сделать? Думаю поставить вынужденную атаку. Да. Давайте-ка ещё по максимуму долбанём. И здесь. Пока Рейх расслабленный, надо ударить. Ну, всё-таки тяжёлые танки. Их тут фиг пробьёшь. Я думаю, мы сейчас его по-быстрому закроем. Так же авиация работает. Но тут такой себе, конечно. Сколько истребителей, господи. Кубань кидают бомбардировщики. Ясно. Так. В Варане тоже самолёт поставил. О, они пробить не смогли. Прекрасно вообще. Пробить не смогли. Здесь чё? А здесь пробивают. В принципе, их можно и выгонять отсюда. Я думаю, можно даже вот так вот и пройтись чуть-чуть. Так. Здесь стоим. Уже не десятка, а четвёрка. Всё-таки увёл дивизию. Видимо, понял, что это бесперспективно. И ушёл. Угу. Так. Наша цель сейчас это закрыть этот котёл. Ну, дивизий здесь что-то прям совсем мало. Эй, чувак. Ты не хочешь сюда закинуть ещё дивизий? Тут дофига. А тут почти нету. Ты чё, чё-то понимать начал? Так нечестно. Ладно, давайте идём сюда вот. В колени, я думаю, их закрыть. Так, давай сюда. Стандартизированный конвейер готово. Так, кстати, почти сто дней у нас осталось. И будут готовы атомные бомбы. Кстати, там, скорее всего... Да не скорее всего, так и есть. А они будут ещё и у Рейха. Потому что реакторы у него к этому году появляются. Насчёт технологии бомб атомных я не знаю. Но реакторы у него точно должны быть. Ух ты. Чё ж они такие крепкие? А, мы через реку же атакуем. Ясно. О, мы здесь можем пройти. Отлично. Думаю, сделать... Думаю, поставить атаку автопланом. Давайте-ка. Посмотрю сейчас на колбочки. Ну, вполне зелёные. Но долго ли они будут у нас зелёные? Это вопрос. А, колбочки уже становятся красными по большей части. Да-да-да, нужно отменять. Всё, мы уже убиваемся. Тут уже, видите, у нас дивизии не хватает. Чё-то я сильно далеко ушёл. Немного не рассчитал. Нужно сначала закрыть котёл. Потом, когда дивизии освободятся, уже тогда атаковать. Уф, какой же кайф. Давайте, ребят, закрываем. Ух ты, да тут у него и танки прямо. А это средний, вроде как. Он сейчас здесь нормально так потерял. И по людским ресурсам, и по снаряге. Опа. А это чё, три дивизии в котле у нас сейчас будут? Стой, 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 стой. Давай. Той, не держи. Пытыж, пытыж. Ах, ладно. Чё-то здесь у нас как-то тоже такие дела не очень хорошо идут. Я думаю, здесь, скорее всего, придётся отступать вот сюда вот. И за реку становиться. Владивосток, наверное, придётся всё-таки отдать. Ворань, воранье не пробивает. Хорошо. Так, и, кстати, я, походу, одну танковую дивизию посеял. Так, давайте-ка, сейчас котёл до конца закрываю, и я буду заново фронт ставить. О, кстати, нам-то союзники присылают свои самолёты. Всё-таки не зря мы вступили в этот альянс. Кстати, его тоже свою роль сыграло неплохо, скорее всего. Это можно сейчас, кстати, посмотреть по поломанным. А, заводы, кстати, не ломали нам вообще. Так вот, инфраструктура до укреплений повылетала. У меня сейчас производство самолётов стоит, нужно было это уже поменять, потому что самолёта мы сейчас толком-то не делаем, потому что резины нет. Её негде нам просто-напросто взять. А вот бесплатный ремонт, эта штука нам нужна. И то не доходит. Я переставил фронт, сейчас мы будем... Сейчас просто ждём, пока дивизии займут свои позиции. О, кстати, а если здесь? Я пущу конницу вот так вот, и мы пытаемся закотлить. А ну-ка. Конница — это быстрая дивизия, если я сейчас вот так вот сделаю. И здесь вот вторым слоем можно пойти на всякий случай. Опа, а у них что, танки заканчиваются? Так бы... О, там ещё и САУ у тебя есть. Ух, жёстко. У них очень быстро танки почему-то заканчиваются, чуваки. Так, давайте-ка вот сюда вот. Надеюсь, получится. А хотя, стой. А если мы сейчас ударим вот сюда вот так вот? Стой. И вот так вот. Только нужно вот эти вот держать. Они, кстати, здесь тоже неплохо истощаются. Это не котёл, но при этом истощение у них идёт такой неплохой, знаете. Сейчас, конечно, только октябрь. Посмотрим, что зимой будет. Опа. Ещё. Ещё один котёл. Мы его тоже сейчас закрываем. И тоже здесь минус одна дивизия. Всё-таки котлы они делают каким-то образом, и я этого так и не замечаю. Так, я распаковал эти дивизии заранее сейчас, потому что вижу то, что подвели очень много дивизий с востока. К нам японцы. Прям реально много. Тут пробить как нефиг делать. Смотрите, что по укреплениям. Четвёртого. Мне кажется, здесь надо ещё застраивать. Они, конечно, будут мешать, но потихоньку мы всё-таки их достроим. Вообще жесть. Стой, ну-ка. Последний рубеж. Это не наша над территория, мы здесь бонусы за защиту не получаем от поддержки войны. Поэтому такой себе. Ну, вы тут в горах стоите, вам удобно здесь вообще столько дивизий держать, чуваки? Ну, с последним рубежом они нас не пробьют, но стоит мне отвлечься и могут нас пробить. Нужно поглядывать сюда почаще. Так, о, тут более-менее всё устаканилось, кстати. А если мы вот так вот встанем? Опа, Владивосток пустой. Хорошо. Чёрт, пробили нас здесь. Эти дивизии начали истощаться. Так, что можно здесь украсть? Давайте в этот вот идите сюда. Абудрю, а это случаем не котёл? А вам здесь удобно, ребят? Вопросы, им здесь удобно? Ну, короче, сейчас я их перекрою, это будет котёл, считайте. В общем, я здесь потихоньку пока ручками атакую. О, 80 дивизии стоят здесь. Точнее, убегают уже. Потому что автопланы использовать не хочется, всё-таки опасно. А вот таким вот образом вполне можно. Ну-ка, помогай. Сколько же здесь авиации у противника, офигеть. У нас самолёты просто позаканчивались. Посмотрите-ка. Почти 2000 не хватает истребителей, и полтысячи штурмовиков. Так что всё, мы уже, считайте, самолётов лишились. На обороне мы идём чисто из-за того, что ПВО работает. Но у Рейха там... Да, видите? У Рейха в поддержке ПВО. Это, конечно, не как бригада, просто поддержка. То есть она не особо серьёзная. Но всё равно она есть и дамажит наши самолёты. Которые вскоре просто закончатся. Так вот, эти пакты не нападений, пассиву не надо. Мы так в альянсе. Я не собираюсь на вас нападать. Чё, боитесь, что ли? Можно уже, конечно, основные танки изучать. Но это новый вид танков. Так что их заново нужно создавать. А я так делать не хочу. Мы просто не осилим это. Радары, конечно, можно построить. Но мне здесь нужно про его госпиталь улучшать. Теперь пробиваем здесь. Вообще, можно как-то их здесь попытаться закрыть. Надо, короче, делать, блин, котлы. Чувак, я, конечно, всё понимаю. Но почему здесь такая толпа дивизий? Здесь их нет вообще. Искусственный интеллект, ты куда пропал? Вернись, пожалуйста. Так неинтересно. Выгорайте просто. Они долбятся в эту конницу, её пробить не могут. Все толпой истощаются здесь стоят. Господа. Титанки можно сейчас уже на автоплан поставить. Тек, а чё там на востоке... Ммм, они всё-таки заняли этот порт. И поэтому... Блин, сейчас по горам пробивать. О, кстати, вот здесь пусто. А ну идёмте сюда. Рейх, что у тебя с шифрованием? Сколько у тебя дивизий? Вот чё такое разброс огромный? Серьёзно, у нас шифровка-дешифровка прокачена. Просто-напросто на максимум. И падла, непонятно. 258-705. Короче, они нас сейчас просто атакуют, по сути. И мы здесь мучимся. Но атаковать по автоплану... Короче, пока не буду, потому что здесь ещё истощение идёт. Наша часть... О, да, этот регион нужно побыстрее захватить. А то мы будем здесь стоять и истощаться. Особенно здесь дивизии танковые стоят. Их истощать больнее всего. Вообще вот смотришь так вот. Ты понимаешь, что Рейх сейчас у тебя убивается просто полностью. Я могу сейчас взять, поставить на автоплан и пронести его. Нет, ну серьёзно. Можно, конечно, сейчас немного потянуть. Подождать, пока он ещё сильнее от меня поубивается. Чтобы потом, когда мы дадим до Сюдова, потом мы не встряли. Чтобы не рисковать, я, наверное, ещё чуть-чуть постою. Кстати, знаки вопроса. Здесь на севере дивизии мы не понимаем какие. Не вижу, когда такое происходит, и для этого, чтобы понять, что... Падла! Он без котла дивизию уничтожил. Просто хоп и уничтожил. Сразу же. Она убежать не успела. Вот так вот я дивизии теряю. Какие котлы? Они просто убежать не успевают. Это вроде даже конница была. Это что, нас в Альянс опять зовут? Ты приказываешься? Нас опять в Альянс зовут? Чего? Мы же были в Альянсе. Да, у нас просто самолёты позаканчивались. Вы на это посмотрели... О, нет, здесь есть. Да. Здесь чуть-чуть самолётов всё-таки осталось у нас. Ужас по нулям просто. Кстати, истребители, их можно, наверное, в Украину переслать. А, полторы тысячи. И, ну ладно. Пусть там повозюкается чуть-чуть. Так, а здесь вообще-то можно ещё пройти. Я думаю, знаете уже чё? Я думаю, в принципе, можно автоплан поставить. Поехали. Так, и танки. Их тоже давайте. Они агрессивка. Кстати, да могу даже вынужден атаку поставить. Мы накопили неплохо так поддержки войны. Там больше 100%, поэтому вполне можно просто-напросто брать и танками давить по полной через этот приказ. Ах, чёрт, ребята! Я забыл. Нам же, чтобы использовать атомные бомбы, нужны стратегические бомбардировщики. Для начала их нужно вообще изучить. Вот он. Красавчик. Нужна резина и алюминий. То, чего у нас... О, Либерия. То, чего у нас нет. Можно идиничку закупить. Просто вообще класс. Алюминий. А, у Нидерландов вполне можно взять. Ну-ка. Если, конечно, там не будут перехватывать. Надеюсь, не будут. Бражеские бомбардировщики уменьшают. Поддержку войны нашу. Нашу, но всё равно нормально. Так, кстати, полмиллиона людских ресурсов у нас осталось. Я думаю, что там брать уже надо будет. Абсолютизм. Надо вернуться к истокам русского монархизма для восстановления государства. Будем выходить сюда к людским ресурсам. Эти полмиллиона должны немного продлить. Наша возможность сражаться в этой войне подольше. Так, там, кстати, на востоке я закрыл вот это дело. И здесь вот они сделали высадку, походу, тупо даже не в порт, а рядышком сюда. Я перевожу теперь сюда дивизии. Какие же вы медленные здесь, а? Тогда, как же я, блин... Совсем забыл, короче, про эти бомбардировщики. Сейчас тогда, может быть, хотя бы, там, не знаю, чуть-чуть сделаем. Воздухе. Чёрт, у нас уже его не будет. Хотя, если союзники куда-то киднут свои самолёты, кто-то достать можно. Стратегии, они далеко летают. Короче, такая себе, блин, идейка. У меня что-то совсем из головы вылетело, как это всё реализовать. Какие условия для реализации всего этого есть. И, блин, вот так вот. А давайте-ка, кстати, глянем по потерям. Японии мы сняли полтора миллиона людских ресурсов. А третьему рейху четыре с половиной миллиона. Второе место и от Соединённого Королевства полмиллиона людских ресурсов. Вы прикиньте? Это жесть. Мы только 28% во себя набили. Но мы только в эту войну вступили и уже внесли самый большой вклад. Знёсся теперь 637. Супер. Ты, кстати, неплохо так кораблей накопил. Ну, то, скорее всего, обычные подводные лодки. Опа, а наш флот... Подожди-ка. Чёрт, тут же мины. Так, чувак, вали просто. Уходи. Тут же мины. Ну, а Румыния свой флот она не вытаскивал в Чёрное море, поэтому его так и не поймали. Мне кажется, с вами она его вытащила, она бы наш флот сняла. Опа-на. А как такое могло... 38 дивизий здесь. Так, нужно сюда свои дивизии переводить. О, всё. Они уже здесь истощились. Давайте-ка будем их закрывать. Ох, сколько здесь дивизий сейчас исчезнут просто-напросто. Вообще кайф. Так, а здесь вот на западе... О, кстати, забыл вам показать. Посмотрите, сколько на Родосе находятся кораблей. Ну-ка, мы по плану посмотрим. С Кипра... О, какая дивизия у тебя оснащённая. Капец. С Кипра хотят в Афины делать высадку. А тут просто флот, да? Сюда высадки хотите делать? Сюда... С США, ты что-то планируешь? А, то есть на Японии типафига. Полин, они сюда ещё кинули свои дивизии. Ай, ладно, тогда я их перешлю ещё сюда. Не думаю, что здесь сильно много дивизий. В любом случае, они опять не в порт высадку сделали. Так что они по дороге просто задохнутся там. А это чей план вообще? Кто-то на нашей территории... Кто-то с нашей столицы нарисовал высадку. В Румынии. Супер, короче. 77 дивизий. Я не знаю, что за искусственный интеллект такой? Что с ним случилось? Ну, блин, он некоторые территории просто пустыми оставляет. Вот такими одна дивизия. А здесь вообще пусто. А сюда он жменьку переводит. Ну, типа, это вообще хорошая идея. Но такой может реализовать, скорее всего, только человек. Реальный, с мозгами. А не искусственный интеллект. Типа, брать жменьку, а так вот жменька. А не плашмя по всему фронту возиться. Типа, да, это хорошо. Но искусственный интеллект это как-то стрёмно реализовывает на самом-то деле. Пригоните такую жменьку закатлить. Вообще, как же приятно будет. О, кстати, начнёт закатлить. Давай, давай, давай. Перехватчики обнаружения. А ну, давайте-ка пройдёмся. Может закатлить и получится здесь их. Успели. Ладно, четвёрку поймали. Вытолкал я их случайно отсюда. Ну, ладно. Так, кстати, а мы неплохо обороняемся. На самом-то деле. Они такой жменька да пробить нас не могут. Как же мне хочется закатлить. Вы даже себе не представляете. Очень хочется. Слушайте, а если у нас даже получится это сделать? По реке пройтись вот так вот. Ну-ка, а ну-ка, давай сюда. Раз, здесь у них пусто. Значит, может, менька... А, выгнали нас. В общем, я сейчас сюда перевёл свои танки. Вот эти вот по-быстрому с центра на юг. И более-менее здесь укрепился. Пробить они нас больше не могут. Хотя дошли аж до сюда. Вовремя я их, кстати, догадался подвести. Кстати, насчёт фокуса. Милитаризация общества. Есть царь и есть дворянство. Нужна армия. Полмиллиона людских ресурсов. У нас их всего лишь 300 тысяч. Это большая проблемка. Потому что они нас атакуют. Мы всё равно теряем. При том, что у нас там полевой госпиталь. Он как бы там уже какого уровня максимально? Да. Я офигеваю просто. Так, кстати, насчёт радаров. А ещё изучаются. Давайте-ка я ставлю. Я не знаю, что мне уже, честно говоря, изучать. Проблема, потому что... 366-3800. А, уже 600. Класс. Потому что минус 30% скорость строительства, производство. Время подготовки плюс 30%. Но людских ресурсов у них очень много. Серьёзно. Откуда у них столько людских ресурсов? Точнее, нас в территории. Франции тоже нет. Я, честно говоря, не знаю. Просто дофигища. Но они всё равно оставляют пустые места, но не дают далеко пройти. То есть ты проходишь, фронт расширяется, а они тебя там уже жмут. Поэтому я типа на такое особо не ведусь. Вот, конечно, если прошёл, то я пройду. Ну, ты чего не суэлла? Какая дивизия забита без снаряги. Сколько же здесь дивизий, ё-моё. Как же и хочется это закатлить. Ну, я пытался. Не очень-то и получается. Они потом мешают просто-напросто по-быстрому. Тебе это сделать? Ну-ка, давай сюда. Ну, может, что-то на севере здесь пока поиграюсь. Вот здесь особенно эта армия. Но я, блин, не вижу дивизии. О, а я, может быть... А мне, может быть, их и не надо видеть? Они как-то легко пробиваются, слушайте. Блин, знал бы, что таковато. Я бы его так вот обошёл. Конечно, сейчас фронт так расширим. Но, в принципе, я думаю... Не будет особо страшно. Ого, она убежать не успела. Я не думаю, что это будет особо страшно. У нас самая быстрая дивизия, это кавалерия. Да, у нас тяжёлые танки, они медленные. Если сейчас буду за ними так вот гнаться... Конечно, её чуть-чуть остановили. Да, её устанавливают. Жаль. А то могли бы, наверное, их догнать и поймать, короче. Так, милитаризация общества готова. Всё, закончили здесь у нас фокусы. Можно, конечно, линию по полу построить. Донецкое укрепление, Астрахань. Короче, сейчас я возьму тогда ремонт построек. Как у нас там с этим? Да, инфраструктуру надо чинить срочно. Причём, потому что истощение... Ну, оно здесь, опять же. Всё равно лучше её, конечно, починить. Дивизии будут быстрее бегать туда-сюда. Так, как мы себя здесь чувствуем? Ух ты, я вижу, они больше дивизий сюда, что ли, подвели. Пока фронт я, ладно, расширять не буду. Просто мы их спровоцировали на атаку. Они вроде атакуют и, типа... У них ничего не получается. Но пусть атакуют. Короче, здесь, конечно, на юге жесть полнейшая. Тут без вариантов полностью. Короче, сижу просто сейчас, блин, отдыхаю, жду, пока Рейх уже истощится, блин, наконец. Но он прям, смотрите по дивизиям. Они прям убиты у него. Посмотрите. Снаряди просто реально не хватает. Пехотное снаряжение, он точно уже у него в минус. Я это прям копчиком чую. Ну, просто здесь Итальяшка, Вишиская Франция. У тебя сколько вообще дивизий? Где-то 70-80. Под сотку. Короче, подвели они дивизии в Италию. 200 дивизий. Капец просто. Надо просто дождать, пока они в нас будут истощаться. Это, конечно, не версия 1.5.4, где они сразу об тебя убиваются. Тут они более, как мы видим, умнее действуют. Но все равно они по-глупому поступают. Чего качать-то? Скажите мне, пожалуйста, там, ремонтную роту стоило бы, наверное. Хотя давай, ремонтную роту я сделаю. Ротобеспечение, она... Не думаю, что нам пригодится. Вот ремонтка. Танки ломаются конкретно у нас, и техника. Так что ее, типа, нужно сделать. Короче, я здесь на юге поставил автоплан уже на атаку, потому что котлы у меня что-то не получаются. Они поддаются, если начать нападать полностью по всему югу. И, кстати, это проходит, видимо, судя по всему, у нас даже удачно вполне. Потому что у них дивизий вроде как дофига, и они истощаются. У них организации нету. И мы здесь проходим. Конечно, если мы сейчас подойдем к Карпатам, я танки кину уже на центр. Потому что, ну, в горы я их пускать не хочу. Тем более тяжелые танки у нас. Прорываемся. Лицкие ресурсы уже еще сильнее заканчиваются. Поэтому надо будет уже повышать скоро призыв. Так, корабли. Корабли. Давайте-ка вот это возьмем. Оп-оп-оп, не понял, что за пробитие. В Калинину шли прямо. Так это котел. Так это котел, господа. Пробились они, прорвали фронт. Молодцы какие. Давайте по домам. Фуф, ну я думаю, на этом пока можно завершить эту серию. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моду на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там свои вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также не забывайте то, что на нашем сервере в Дискорде, посылки в описании, мы проводим джиплеерные партии, а также просто общаемся между собой и мной. Ну что ж, с вами был Эмброс, спасибо большое за просмотр, до встречи.